Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре мушка от производителя PFG, называется она Hair's Ear. Бывает она в разноцветных тонах, в данном случае представлена в оливковом оттенке, также есть натуральная расцветка, серая и черная. И бывают они в четырех размерах, на шестнадцатом, четырнадцатом, двенадцатом и десятых крючках. В данном случае на обзоре мушка на двенадцатом крючке, по величине это предпоследнее. Поставляется в небольшом зип-пакетике, в единственном экземпляре. На пакетике имеется наклейка непосредственно от F-магазин с названием и размером, на котором исполнена данная мушка. Ну, размером крючка я имею в виду. Крючок здесь одинарный, он идет из желтого металла. Крючок отлично заточен, имеет довольно-таки большую бородку для того, чтобы после поклевки удерживаться рыбу. Ну и вообще, в принципе, неплохого качества. Хочется только отметить, что имеет он довольно-таки маленькое ушко, и для того, чтобы привязать даже напрямую, понадобится очень даже хорошее зрение. Данная мушка имитирует личинку поденки. Это такая универсальная приманка, на которую может среагировать абсолютно любая рыба, как лососевые представители, также головли, ези и многие мирные рыбы с удовольствием отведают данную имитацию личинки, так как это такая легкая добыча и довольно-таки хорошо насыщает она рыб. Особенно в летний период рыбы активно питаются подобными созданиями. По оснащению данной мушки тело выполнено в таком коричнево-оливковом цвете, в принципе, как и хвостик. Здесь есть как и коричневые перышки, так же и оливковые. Тело выполнено с черных ниток и вкрапление идет зеленого люрекса. И так же есть небольшое оперение в виде тех же коричневых перышек. В принципе, выглядит очень-очень натурально. Мушка данная сухая, но в принципе здесь мало каких-то элементов, которые ей помогут держаться на воде, и поэтому лучше перед использованием побрызгать ее флатаном, для того, чтобы она более продолжительное время держалась на поверхности воды. В основном используют для ловли нахлостом, но также можно подсаживать ее на различные зимние оснастки. Можно ловить на разнесенные оснастки летом. Такие, как отводной поводок с бирулина, тоже в принципе неплохо работает. Работает во время попадания на воду, в основном занимает положение жалом вниз, хотя сейчас упало и жало смотрит наверх. Но обычно мушки, когда попадают на воду, именно жало смотрит вниз, и это помогает более легко засекать рыбу. Ну, как вы видите, держится она на поверхности вполне сносто, но после многочисленных поклевок мушка наберет воды, напьется и постепенно будет тонуть. Поэтому лучше ее брызгать средствами. Вот различных производителей они существуют для того, чтобы она отталкивала воду и не так быстро шла ко дну. Ну, а уже такой тонущей мушкой можно облавливать также и средние слои водоема, и подповерхностные. Ну, и при ловле нахлостом после каждого взмаха, естественно, вода будет частично испаряться. Ну, и в принципе, мушка так, видите, опять начала плавать. Очень неплохое исполнение. Действительно, качественная имитация личинки-поденки я могу смело всем советовать. Производитель PFG, моделька Hair's Ear, что, кстати, означает «зайчьи уши». Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...